Продолжение следует... Странная тут и борода с названиями, я так и не понял, как она называется. В общем, искрометно юморят, там по всякому в настройках пишут, обязательно никому не говорите про эту игру. И тут же приделают ссылку на контакт, где... или на одноклассники, где и следует никому про неё не рассказывать. Вот, и, собственно, эту игру мы сегодня и посмотрим. Я уже в неё честно поиграл, даже с другом по скайпу, разве что жаль, что взвод кинуть нельзя в этой игре. Это исключительно жало-шутер. Вот, но... Посмотреть можно. Итак, в начале игра начинается с того, что вы выбираете одного из... один из четырёх классов. Инженер, гранатомётчик, пулемётчик или диверсант. От этого зависит ваша начальная пушка и перк один-единственный, да. В общем-то, всё тут похоже немножко на овервач, но единственное, что это овервач, где немножко есть продрись крови. То есть какие-то брызги тут, какие-то что-то такое есть. Есть также и щиты, и всё такое. В общем, я поиграл диверсантам, у него был перк дымовая граната, полное говно. Я взял вот автоматчик, у меня перк энергостена, которая меня какое-то время защищает от вражеского огня, и это уже получше. С этим уже можно набивать фраги. Прокачиваются уровни этих классов, с уровнями, как я понял, меняются вооружения, так как я видел, как меня убивали уже из каких-то крутых автоматов, а магазина здесь нет. Значит, прокачка. То есть я просто сделал такой вывод. Сам-то я ещё первого левела. Сразу вызывает недоумение скорость этого шутера, да, потому что, ну, видно, что всё здесь очень, блядь, медленно. Что даже эстонцы бы здесь играли с максимальным комфортом, потому что здесь торопиться, в общем-то, не то, что некуда. Это невозможно, то есть даже вот этот ускоренный бег на shift выглядит так, как будто, а, у меня почему-то, а, вот, включился бег, видите, да, вот появляется эффект блюр, да, размытие по краям монитора. Но мой персонаж, как-то незаметно, что он включает какую-то скорость бега или что-то. Хэдшоты здесь не ваншотят, то есть можно получить несколько выстрелов в чердак, и вы умрете только тогда, когда иссякнут ваши жизни. Ну, то есть выстрел в голову, это обычный крит, грубо говоря, происходит. Бои пять на пять, хотя нас в команде шестеро, а их пятеро, не знаю, как так, но видно, что, когда бой загружается, пишут, что столько-то людей из десяти. Постоянно, но это пока что тест, поэтому про то, что пропадают маркеры над головами у некоторых солдат, да, то над союзниками, то над врагами, это, в принципе, нормально. О, блять, как стрелять из этого автомата, который тут же подлетает вверх со своей безумной какой-то отдачей. А вот я, сука, пришел уже к ним на базу, и немножко сзади меня заспаунился чувак с ником псих. Мне кажется, это бот, в общем, я подозреваю, что все здесь боты. Единственное, что ники разрешены только русские, и у ботов русское имя, поэтому непонятно, кто тут бот, кто не бот. Ну, вот, например, Мэйхэм, это, скорее всего, игрок, а Аэб, скорее всего, игрок. А вот кто такой, Мега, Нарик или Мэдисон Грант тоже игрок? Нет, там бывали раньше, вот в первой игре, были всякие Алексей, там, блять, Николай, не знаю. Это, да, это вряд ли игроки. Значит, цель игры, но пока я понял, тут режим только один, друг друга убивать. Вот этот вот гранатомет, которым я стреляю, он, очевидно, стреляет какими-то резиновыми пулями, потому что, ну, они не взрываются. И они немножко имеют эффект самонаводки, скажем так, как и выстрелы из ракетницы, да, это ракетчик тут отдельный класс. Вот, значит, я еще одного убил. Хотя самонаводится тут далеко не каждый ваш выстрел, и это вообще непонятно, какой тут, какой из выстрелов наводится, какой прям полетит. Вот диверсант, у него первое оружие, два автомата, второй, два, второй просто, в смысле, первое оружие, у него два вот этих пистолета-пулемета, а второй автомат. Вот автомат, он одинаковый у всех, как я понял. Примечательно, что на автомате, видите, вот над прикладом написано Made in Russia. Видимо, это тот самый наш навороченный современный Калашников. А что вот это за труба? Чем она стреляет, я вот вообще понять не могу. Собственно, все. Больше, по большому счету, рассказывать нечего. И, в принципе, мы с корешем играли в эту игру минут 15. Что вот это? F, 4 сек, 5 сек, что сейчас будет? У тебя есть жар, убей их всех. А, ну это аналог, видимо, руны из Квейка. Ой, из Дума. Но это точно, я не понял, что она дает, мне казалось, что это какое-то бессмертие, на меня ушатали. Если это не бессмертие, тогда у меня вообще нет версии, что это такое. Собственно, игру делали не Obsidian Games, а кто-то другой. Поэтому здесь есть нормальная оптимизация, 60 фпс. Хотя, к чему тут, по большому счету, лагать? Ну, серьезно. Говорят, что это движок Unreal, но тут его хрен узнаешь, да? Что это Unreal, так и не скажешь, в общем-то. Хотя, может быть, на самом деле, и какой-то другой движок. Я вот хрен его знает. Снег, ну, вроде снег нечеток нарисован, на самом деле. Не Star Wars Battlefront, конечно, хотя похоже. Вот, видите, что вот эти выстрелы, они еще и отлетают. То есть, это не какие-то гранаты. Это именно какие-то резиновые пули, которые рикошелятся. Честно говоря, вот 15 минут вам хватит для того, чтобы поиграть в эту игру, снести ее и пойти играть обратно в Counter-Strike, в Battlefield. Блядь, тут вообще, тут даже дело не в том, что нечего делать, а и прокачиваться в этой игре не хочется, и неинтересно. Блядь, все медленно, просто капец. Огромная карта, а на ней играют 10 человек. Ну, друг друга искать, ходить на этой карте, удовольствие, блядь. Ну, и смотрите, насколько все живучие. В Overwatch, Overwatch вот до чего, вроде детский шутер, да? Ну, ладно, ладно, кто-то говорит, что он киберспортивный, я хуй знаю. Киберспортивная может быть любая игра, если по ней чемпионат провести, в общем-то. Но даже там, даже, блядь, танки столько не живут, сколько здесь живет абсолютно каждый пехотинец, мне кажется. Ну, если Headshot здесь как бы ничего не делает, то о чем тут вообще говорить? Вот я поставил щит, он поставил щит, и вот мы стоим друг на друг против друга, блядь, перестреливаемся. У кого из нас раньше щит кончится? Ну, почему-то у меня. Вот видите, у него кроссбау, автомат. Вот у меня такого, насколько я понимаю, нету еще. Ну, если надо прокачиваться. Счет 70-50, ну, абсолютно баскетбольный. Вот уже какой-то чувак у нас набил 20, у них какой-то человек набил, блядь, 15. И вроде казалось бы, что это должно что-то для меня значить, но нет, вообще неинтересно. Я вот не знаю, на кого эта игра рассчитана. Видимо, на очередного человека, у которого вместо компьютера бабушкины счеты, блядь, стоят деревянные. Просто даже Сурвариум мне начал казаться прекраснейшей игрой, эталонным шутаном. О, боже ты мой, блядь. В голову. Да, в голову. Так, хорошо, давайте с чем-нибудь сравним. Давайте для контраста включим игру, которая затачивалась вообще не под PvP, а под синглплеер, а PvP там просто бонус. Это PvP из игры Doom, один из семи режимов. Да-да, там режимов целых семи, всяких разных. И командное PvP, и командное PvE, всякое разное удержание, жатва, еще что-то. В общем, до хрена всего разного. Чертовски динамично, чертовски странно, что только музыка не играет. Возможно, у меня отключено, или ее просто здесь нету. Но в PvE, в соло-компании на прохождение музыка была замечательная. Почему ее нет здесь, я вообще не понимаю. Очень трудно перестроиться на скорость этого геймплея после скорости геймплея из игры предыдущей. Поэтому меня просто разрывают в говнище вообще с любых пушек. Ну, плюс у меня еще чар непрокаченный, я не знаю, мне надо... Наверное, сначала надо в командное PvE играть долго-долго. Потом у вас будет персонаж, который будет пригоден... Пригоден для игры от PvP с другими игроками. Потому что сейчас мой персонаж, по-моему, почти не конкурентен. Но, тем не менее, я убил его и взял Мститель. Все это быстро, все это динамично, красочно, сочно в современной графике. И в целом это, блядь, охуительно. Других слов у меня нету, но... Единственное, что я немножко, да, косорукий игрок в такие быстрые шутеры. Тут это... В общем-то, заметно и на поверхности, и для кого не секрет. Но игру я прошел и вроде как стрелять умею. Единственное, что непонятно, с каких сторон они на меня набегают. Но, чтобы вы понимали... Ага, вот и пушечка. Чтобы вы понимали, я... Блядь, я в этот PvP играю всего вообще второй раз. Один раз, когда я игру купил. Второй раз вот сейчас. То есть я даже в демку не играл. Ну, блядь, но он замигал. Ему можно было добить. Я не знаю, почему главный герой к нему не подошел. Я не знаю, как они превращаются. Я привык стрелять таких демонов, но этот демон, сука, наш. В любом случае, хорошо вы играете, плохо ли вы играете, эта игра дарит эмоции. Она дарит отличные эмоции. Потому что это все быстро, динамично и здорово. То, что кто-то умеет играть, кто-то нет. Ну, со временем... Ну, практика. Это как в шахматы. Надо, как Остап Бендер говорил, ежедневно тренироваться в шахматы. То есть, ну, будете играть, скилл будет расти. Вот, я даже кого-то убил опять из ракетомета, стреляем ему куда-то под ноги. Ну, не самый интересный геймплей, когда ты стреляешь в ноги из ракетницы, да, вроде. И точность тут не очень-то нужна. Но все равно, эта игра живая и интересная и динамичная. В то время как игра антифраг приносит только скуку. Из нее хочется выйти уже через 5 минут игры. Серьезно. Просто вообще мне захотелось выйти, как только я увидел скорость бега персонажа, с которым он бегает. Что на спринте, что без принта. Просто, просто, блядь. Кстати, эту игру, вот реально, пвп из дума можно противопоставить. Довольно смело и спокойно противопоставить овервачу. И сравнение будет, в моем случае, отнюдь не в пользу овервач. Да, наша команда проиграла, но, как я понял, я не с самого начала матча здесь играл. Ну, видите, да, что в топе чуваки, у которых персонажи прям кастомные, вот они победно танцуют, это тоже своя доля юмора. Окей. Ну и для контраста снова вернемся в игру фраг, да, чтобы, так сказать, разница налицо. Ой, блядь. Разница между платной игрой и бесплатной, да, действительно, Doom стоит 2000 рублей. Правда, в этом получаете неплохой сингл-компанию на 10 часов игры нон-стопом. И плюс придача 7 режимов для пвп, как я уже сказал. Игра фраг абсолютно бесплатна, и, возможно, экономисты и прочие, я не знаю, всеядные люди скажут, что, ну, фраг зашибись. Вообще, есть такая отдельная теперь когорта видеоблогеров, которая в своих суждениях смело делит всех остальных на компетентных и некомпетентных. Говорит о том, что кто-то поднимается на хейте, кто-то там еще чего-то. Я же делаю проще. Я смело делю всех водомесов теперь на заинтересованных и... Нет, не так даже, на мотивированных и незамотивированных. Дело в том, что масса друзей Mail.ru среди обзорщиков, ну, например, Арматы, да, или Warface, обязательно похвалят эту игру, просто потому что... Просто потому что им сказали, что, мягко говоря, не стоит, да, поливать говном игру. Ведь она тоже находится в той же обойме, что и Warface, и Армата, да, то есть игра от Mail.ru. Поэтому, если вы хотите дальше с нами, скажем так, дружить в кавычках, про игру сильно много не пиздите. Но, я думаю, что люди-то не слепые и, как бы, сами видят, что... Ну, это тот случай, когда лучше за игру все-таки заплатить и поиграть в действительно во что-то нормальное и адекватное, чем играть за бесплатно вот в это, блядь. Это тот случай, когда действительно даже за бесплатно играть, мягко говоря, не хочется. И, глядя на игру фраг, я понимаю, что Overwatch действительно не так плохо, что Overwatch это действительно... Блядь, там хотя бы скорость геймплея есть. Я даже не подозревал, что скорость, хорошая, высокая скорость игры, это нас... Это... Она, она, она может быть плюс. То есть, что она, она не везде, вот, вот что я хочу сказать, что есть игры, где нету даже скорости игры. Где, блядь, ну, реально, это самый медленный шутер. Даже в Survarium, блядь, быстрее бегают и быстрее друг друга убивают. А Survarium это, скажем так, тоже игра, прямо скажем, низшего, блядь, игрового дивизиона. В нее играет очень мало людей, да и те фанатики-сталкача. Но хотя бы фанаты сталкера в нее играют. А фанаты чего будут играть, блядь, в игру фраг? Я думаю, в игру фраг будут играть те школьники, которым мамка не даст, блядь, на Overwatch. Ну что, блядь, вроде как и здесь... Я... Не, это, конечно же, не моба-шутер. Да и Overwatch нихуя не моба-шутер, да, потому что... Ну, если вы наберете на Википедии, что такое моба, вы узнаете, что это вообще, по сути... Ну, почти что стратегия, что там что-то там такое будет, блядь. А в Overwatch это, ну, шутер с перками, вот, блядь, не надо говорить, что это моба. Это просто шутер с перканами, с перкачами, блядь. Как весело играть пулеметчиком, блядь. Я даже... Да мне похуй, убивай меня. Мне... Блядь, я просто вообще, я... Да, вы можете говорить, что я ною, блядь, про каждую игру, но, блядь... Я считаю, что я просто смело говно называю говном, вот и всё. Констатация факта, блядь, не есть нытьё. А эта игра, блядь, она ужасна. Это ужасно тупая игра, просто вообще пиздец, я не знаю. Больше десяти минут вы здесь вряд ли просидите. Но игра бесплатная, и я не могу решать за вас, играть в неё или нет. Просто заходите в центр, в игровой центр Mail.ru. Нет, вообще сначала заходите на сайт игры, по-моему, там отправляете заявку на бета-тест. Её, естественно, примут, потому что, ну, всё-таки кто... Для теста нужны игроки, а те, кто поиграл в эту игру десять минут, ещё на десять минут, они вряд ли задержатся. Поэтому вашу заявку одобрят сразу же практически. После чего в центре Mail.ru в закладке бета-тест вы, значит, скачиваете себе клиентик этой игры. Он весит чуть больше гигабайта, но ещё бы, блядь. И, собственно, сможете поиграть. Но с другом поиграть можете не мечтать. То есть, потому что здесь даже взводы пока не сделаны, никакие не пати, тут ничего нет. Вы максимум сможете одновременно по таймингу нажать кнопку в бой и молиться, что вас закинут в единое сражение. Ну и, собственно, какое-то время вы будете, не знаю, наслаждаться этой игрой, блядь. Возможно, я такой придирчивый, возможно, вам она понравится. К тому же, ну, бесплатно, если вы любитель халявы, да, то... Ой, блядь. То просто знайте, что вот есть такая игра, и вы можете в неё поиграть, если вам совсем делать будет нехер. Всё, ладно, спасибо за внимание. Пишите, что думаете, пишите, что не думаете. Чё-нибудь ставьте, чё-нибудь там, не знаю. Ох, это просто жесть. Всё, адьо, мигас. Всё, адьо, мигас.